А теперь смотрите на эти светлые образы, у меня их много, 10-20 человек могут сейчас возглавить с высшим образованием, с высшим есть агрономическим образованием, или даже многие просто высшие образования, просто. А если настолько грамотные, пусть со средним образованием, сейчас бы поменять во всех агроинститутах, университетах, академиях, дело бы пошло. Они мои ученики, они уже всё знают, всё умеют. Сейчас может кто-то скажет, но я в который раз уже вот это вот вижу, уже три раза показывал вот это. Вот. Я надеюсь, что людей прибавилось с этих взглядачей. Вот кого надо. Понимаете? Внешность есть? Есть. Мозги есть? Есть. Путинский стипендиант есть? Есть. Её, то, что она уже создала, будучи студенткой, это уровень доктора наук, понимаете? И когда она станет доктором наук, уже пройдёт ещё 20 лет, она же ничего не успеет сделать. Я уже говорю, приезжайте, мы там это, на продажу вырастим, что-нибудь вам. Я уже не знаю, чего говорить в отчаянии. Рядом земля продаётся то ли 15 соток, то ли сколько, за миллион 700. Были бы эти миллион 700. Сейчас бы всё, что у меня есть, можно вырастить в следующем поколении. Ещё лучше, ещё крупнее. Уже есть технология эта. Память предков, вот к чему я пришёл. Даже не вегетативной геморизации. Нет, то есть память предков, как результат вегетативной геморизации, просыпается. И вот они чудеса. Только дай им, не поменяйте сибирский климат на другой, а дай им, чтобы внутри этого сибирского климата, дай им подвой, которым расцветёт вот эта роскошь. И тогда я подумал, ладно. Или учёный Елена Александровна, извините, уже пора по имени осицу звать. Или ведущий федерального телеканала. Вот здесь могла бы даже от неё ещё быть больше пользы. Ладно бы с Сергеем вырастили бы элитный сад, там гектар или дезгектар. Вот. Ну приезжали бы туда. Ну приезжали вот к этим самым. Помните, я рассказывал, у меня был ковид. А этот самый, наш кандидат наук в Турсун, Плот, привёз двух специалистов с Алтая. Ну и чё? Нарезали черненьки у двоих моих друзей. Скорее всего, загубят их. А так, в принципе, и спасибо не скажут. Ни мне, никому. Ни этому, ни Тотарова, ни Чернобаева. А вот телеведущая, вы представляете, какая была бы, почему я это говорю? Маленький этот эпизод. Юрий Владимирович, пожалуйста, отдельно. И громкую надпись. Вот. Хотите иметь сады? Или там, или, например, лучшая ведущая для телевизионного канала. Вот что надо. У меня много слов паразитов. У Сергея много слов паразитов. Мы бы не потянули это. Вот. Это надо специально отучаться. А это грамотное, толковое. Вот. Ну что ещё надо-то? Когда вот это вот чудо, вот это. Вот. Ничего. Вы представляете? Лингвист. Специалист по английскому, что ли. Уже помог язык тебе, чтобы ты подошла и сказала садаристу. Ты что, идиот? Я садовод. И как мы могу ветку-то отрезать? Нет. Сребрянки важнее. Вот я выговорился. Сейчас я посмотрю, может быть, перейдём к этому. Ну, это полюбуйтесь, да. Я сказал, лучший питомник России. Значит, лучший питомник России. И ещё буквально. Вот сейчас, Арсен, мы с вами будем говорить. Это чуть ли не... Вот главное сейчас, потому что я живу в долгу везде. А мы с вами смогли проработать только одну тему. Помните? Вот. Это волшки. Здесь тоже будет немного проволочки. Я столько, что фотографий не показал Саняши. Вначале, по-любому, всё равно эту девушку. Я вначале отнёсся к ней враждебно. А да и сейчас я не показал. Я к ней обращался. Вот. Нужны новые звёзды и нужны новые лидеры. Так. И вот получилось как. Я уважаю только сибиряков. Мы когда-то Москву спасли сибиряки. В войну. В 41-м. Валерий Фольков, министр науки и высшего образования. А был ректором Тюменского государственного университета. Так. Его сразу, это же не просто министр, это через сколько ступеней. Я уверен, выдающийся человек и главный сибиряк. И вот он берёт мазку человека проверенного, надёжного, которого не предаст. Правильно? То, что она мисс, то есть коридор красоты, это скорее всего минус. Вот. Потому что принято считать нерадист красивой. Помните? Вот. Но, а вдруг редкое сочетание. Вот же. А? Ну, можно, оказывается. И всё, чтобы Владимирка не помешал. Умнейшая девушка. И эта умнейшая девушка. Дурочку бы не взяли. Из секретарши, провинциально можно считать, сибирского муза, её взяли на должность заместителя министра. То есть фактически это авансом. То есть аванс, что она принесёт огромную пользу. Если бы кто-то ей бы показал хотя бы вот этот кусок. Вот. Что есть люди, которые умеют вырастить на голом месте. На голом совершенно. Даже сибирском. Такие чудеса, вот. Которые не снились никогда никому. Я, знаете как, только ради неё же. Вот. А вдруг она увидит. Вдруг она поймёт, что просто так сложилось, что никому не надо вот это. Ну не надо никому. Что вот это вот на этом сайте есть фотогалерея. Вот. Что это всё правда. Что это всё фотографии моих родственников. Тут тебе невестка. Тут тебе сын. Тут тебе внук. Тут тебе второй внук. Третий внук. Тут тебе это самое. Вот. У меня только с Савиничю у тебя фотографии уже есть. Вот. Вот это вот. Потому что Путин дал команду эту. Они понятия не имеют, что как её исполнять, эту команду. Ведь завтра не будет ни одного фрукта, ниоткуда. Ведь у нас же блокаду-то. Это как называется. Сжимаются на горле эти самые. Давайте своё. Своё. Это только за несколько лет. У меня им в 10 раз больше. Ну, уже это, всё это. Нехо это разместить. Вот это вот. Ребята, давайте жить дружно. Вот. И я уже на всякий случай. Вот этот кусочек. Конечно, хорошо бы вот прямо кто-то ей выслал. Наверное, если у неё какой-то Инстаграм или там какой-то Телеграм. Я ничего в этом не понимаю. Может быть, любой, кто получит эту рассылку, возьмёт. И вот так, чтобы это. Пожалуйста, брат мой. Ну, не последний компьютерщик. Не то, что я дурак дураком. Вот. Так, чтобы вот это светилось. А потом нажала кнопку. И вот дальше вот отсюда, начиная. Вот отсюда, начиная. Вот, вот, вот. Она посмотрела. Маленький вот этот кусочек. Ну, сколько тут? 5-10 минут, да? Вот и всё. И вот она будет. А тебе резвику закрывает. А скажите министру Фалькову или вот этой девушке, заместителю министра, всё равно, что тебе резвику закрывает. Вот. Что золотой телес победил. Люди бьются, гибнут за металл. Я хотел вот эту ещё фильм, ой, эту на минуту включить. Люди гибнут. Сейчас в стране всё гибнет за металл. Всё гибнет. Страна гибнет. Видите, как я умею рассказывать? Ну, наверное, эту часть мы закончили. Я пошёл. Вот, мне нужно остановиться. Сердце начало покалывать. Субтитры сделал DimaTorzok